Начальник департамента полиции Североказахстанской области Айдын Кабдулдинов провел встречи с личным составом служб аппарата департамента и управления полицией города Петропавловск. В центре внимания вопрос укрепления дисциплины сотрудников. Подробности далее. На встречах присутствовали руководство и личный состав оперативных служб, следствия и дознания, патрульные полиции, а также штабы, миграции, связи и остальных подразделений. Отмечено, что вопросы дисциплины и строгого соблюдения законности, недопустимости коррупционных преступлений в равной степени касаются всех. Хотя я знаю, что среди нас есть достойные сотрудники, грамотные сотрудники, профессионалы своего дела. Но из-за одного сотрудника полиции, который совершает вот такие необдуманные поступки, мы теряем весь останетик всего личного состава департамента полиции. В ходе встреч продемонстрированы видеоролики, рассмотрены конкретные случаи нарушений учетно-регистрационной и автотранспортной дисциплины других норм. А нет, некоторые наши сотрудники умудряются отключать видеорегистратор, закрывать, оставлять в салоне патрульные автомашины, контактировать с водителями автотранспортных средств и вымогать у них денежные средства. И месяц все эти записи хранятся. В любой момент мы можем поднять, посмотреть, проанализировать и принять в отношение вас меры дисциплинарного характера. Дисциплина начинается с элементарных норм этического поведения. Полицейский ни в чем не должен давать повода для упрека. По простой примеру, стоят трое, курят, харкаются, а их засняли. Любой человек может заснять вас на свой смартфон и выложить в социальную сеть. Начальник ведомства подчеркивает, человеку в погонах полицейского оказано особое доверие, созданы оптимальные условия для несения службы. Полицейские обеспечены стабильной зарплатой и пакетом социальных гарантий. В ответ государство ожидает неукоснительного исполнения долга по защите законных интересов людей. Показать себя на работе, быть полезным для общества и государства. Стражи правопорядка напоминают, о любых нарушениях законности со стороны сотрудников полиции следует сообщить в Управление собственной безопасности. Также в стране функционирует единый телефон доверия Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 14.02. Адилия Кушекова при содействии Пресс-службы областного департамента полиции.